В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день ноября с погоды. В Карачаево Черкесии местами осадки, ведь и дождя в горах со снегом. В отдельных районах сильные в сочетании с сильным ветром до 25 метров в секунду. На реках подъем уровня воды местами до неблагоприятных отметок. В горах сход селий малого объема ночью и утром туман. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 1-6, в горах минус 4-1, а днем 11-16 градусов тепла и местами до плюс 9. В Черкесии переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 2-4, а днем 14-16 градусов тепла. В начале ноября в республике вспоминали памятную скорбную дату – депортацию карачаевского народа. 80 лет назад десятки тысяч неповинных людей в одночасье лишились права жить на своей земле. К такой дате советники директоров по воспитанию Усть-Жигутинского района сняли короткометражный фильм, отображающий события тех далеких дней «Память сильнее времени». Альбина Курочинова-Кенжева расскажет подробнее. Идея создания короткометражного фильма под названием «Память сильнее времени» принадлежит главному специалисту по медиасопровождению в сфере патриотического воспитания граждан в проекте «Навигаторы детства» Фатиме Тулпаровой. Главная мысль – донести до подрастающего поколения истинные причины несправедливого решения о депортации многих народов СССР, среди которых был карачаевский народ. У меня бабушка лично была депортирована, много раз рассказывала об этом. И хотелось сейчас немного рассказать детям, подрастающему поколению, о том, как это было важно, какие даты у нас исторические есть именно у нашего народа, чтобы дети могли вот это прочувствовать, понять, чтобы этого всего не повторялось никогда у нас. Вся суть была в том, чтобы собрать для съемок реквизиты домашнюю утварь именно того времени, пообщаться с людьми, очевидцами, свидетелями тех тяжелых и переломных моментов в жизни. Мы нашли именно тот дом, из которого депортировали. Мы постарались подобрать людей, кто давал интервью, чтобы они являлись частью, чтобы они могли передать это и сами чувствовали о том, что они говорят. Фильм о депортации можно посмотреть на сайте «Навигаторы детства», а также в социальных сетях. Фатима Тулпарова делится, что фильм уже имеет много восторженных комментариев со словами благодарности к создателям короткометражки. Хотелось бы, чтобы подыскать еще людей, которые очевидцы именно, кто являлся тогда во время депортации, и снять еще несколько фильмов, сделать такой мини-сериал. Планируется также снять фильм о возвращении карачаевцев на родину к майской дате. Альбина Курочинова, Кенжи Варинат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на карачаевском языке. Затем также программы «Карачаевская редакция» в 14.30 «Вести», Карачаево-Черкесия с Аллой Динаевой. Всем удачного дня и встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok